Далее одним из прославленных Ермафродитов был Шарль Деон де Бамонт, француз, также известный как Женевьева Деон де Бамонт. Родился он в конце XVIII века во Франции, до трех лет воспитывался как девочка, а потом он решил, что он мальчик и большую часть жизни провел как мужчина. Окончил военную школу, добился немалых успехов в армейском деле, а далее был отправлен в Россию в качестве тайного агента шпионить за Елизаветой. И в России уже фигурировал в качестве фрейлины. Современники вспоминают, что двуполый француз оказал большое влияние на политическую жизнь Европы и принес немалую пользу своей стране, за что его прозвали второй Жанной Дарк. Последние годы жизни он провел в Лондоне в обличии женщины и зарабатывал на жизнь тем, что преподавал фехтование. До сих пор ведутся споры, был ли он гермафродитом, утверждать на 100% невозможно. В некоторых источниках есть информация о том, что после смерти было произведено вскрытие тела Деона де Бамонда. В заключении врача написано, что на теле обнаружены хорошо сформированные мужские гениталии. На этом многие источники и останавливаются, утверждая, что это все-таки мужчина. Но также я нашла и продолжение этого заключения. И там написано, что вместе с этим наблюдаются и женские характеристики. Необычная округлость образования конечностей и великолепного наполнения грудь. Также у Деона не было детей. Конечно, это тоже такой спорный показатель. С одной стороны, у большинства гермафродитов не может быть детей. С другой стороны, может быть, он просто не хотел иметь детей. Но тоже, в общем. Короче, спорный вопрос. Я же уже рассказала, что он гермафродит. Значит, я к этому все склоняюсь. Буду стоять на этом.